Элена Ферранте «Любовь в тягость» Моей матери Глава первая Мама утонула ночью 23 мая, в день моего рождения, у берегов морского посёлка Спаковенту, что в нескольких километрах от Ментурна. Именно здесь, в 50-е годы, когда отец ещё жил с нами, мы снимали летом комнату, тесную душную коморку, где и ютились весь июль в пятером. Каждое утро мы с сёстрами, тогда ещё совсем девочки, глотали по сырому домашнему яйцу и спешили на море, пробираясь через высокий тростник по песчаным тропинкам, поскорее купаться. В ночь, когда погибла мама, хозяйка того самого дома, где мы снимали комнатушку, её звали Роза, и ей уже переварила за 60, слышала стук в дверь, но не открыла, испугавшись, что это воры или убийцы. Двумя днями раньше, 21 мая, мама села на поезд до Рима, но так и не добралась туда. В последнее время она навещала меня по крайней мере раз в месяц, приезжая на несколько дней. Меня тяготило её присутствие. Вставала она с рассветом и по своему обыкновению сразу принималась наводить порядок. На кухне и в гостиной не было угла, который миновала бы уборка. Я пыталась снова заснуть, но не получалось. Всё тело было напряжено, и казалось, останься я ещё на мгновение в кровати и наверняка превращусь в девочку с лицом, изъеденным морщинами. Потом мама приносила кофе, и я тут же переворачивалась на бок, чтобы не соприкасаться с ней, когда она садилась на край кровати. Её общительность меня раздражала. Мама заводила дружбу с продавцами, с которыми за 10 лет я едва ли обменялась парой слов. Она отправлялась на прогулку по городу, прихватив с собой случайных попутчиков, перезнакомилась со всеми моими друзьями и болтала с ними о своей жизни, вечно рассказывая одни и те же истории. В её присутствии я была зажатой и скованной. Замечая, что утомляет меня, она возвращалась в Неаполь, собирала свои вещи и напоследок, прибравшись в доме, уверяла, что скоро приедет снова. Стоило ей уехать, как я принималась придавать прежний облик комнатам, где мама успевала навести свой собственный порядок. Я оставила солонку туда, где она стояла у меня годами, возвращала стиральный порошок на его привычное место, раскладывала всё в ящиках комода так, как я привыкла, и снова устраивала рабочий беспорядок в кабинете. И запах, отмечавший мамина присутствие, он приносил в дом беспокойство, чуть погодя уходил, как уходит аромат летнего дождя. Часто она опаздывала на поезд и тогда садилась на тот, что шёл следом или на день позже. Но я всё равно не могла к этому привыкнуть и волновалась. Звонила ей встревоженная и, услышав, наконец, в трубке мамин голос, отчитывала её, довольно сухо, впрочем, за легкомыслие. Как так получилось, что она опоздала, и почему не предупредила меня? Она беспечно и нехотя оправдывалась, мол, зачем я сгущаю краски? Что может случиться с ней в её-то возрасте? «Да всё, что угодно», отвечала я, и рисовала в воображении сеть неприятностей, сплетённую специально для того, чтобы она исчезла, навсегда. В детстве я подолгу ждала, когда мама, наконец, придёт домой, ждала на кухне, прижавшись лбом к оконному стеклу. Вот бы сейчас она появилась в конце улицы, окутанная хрустальным облаком. Я дышала на стекло, и оно запотевало. Мне не хотелось видеть улицу без мамы. Вечерело, и моя тревога становилась до того невыносимой, что по телу бежала дрожь. Тогда я мчалась в кладовку, что примыкала к спальне родителей, и где не было ни окон, ни света, запиралась там и плакала в глухой темноте. Это помогало. В кладовке было настолько жутко, что страх, а вдруг с мамой что-то случится, отступал. В этом чёрном, затхлом, да удушье углу с неистребимым запахом средства от клопов и тараканов меня обступали на вождение, которые на долю секунды словно заволакивали мои зрачки и лишали дыхания. «Вот вернёшься, и убью тебя!» думала я, будто эта мама запирала меня в кладовке, а потом, едва заслышав в коридоре её голос, спешила выскочить наружу и подходила к ней с безразличным видом. О той кладовке я вспомнила, узнав, что мама часто садилась на поезд, чтобы ехать ко мне, но так и не появлялась у меня дома. Тем вечером она позвонила, спокойным голосом сообщила, что не может мне ничего рассказать. Рядом с ней человек, при котором она говорить не станет, потом рассмеялась и повесила трубку. Меня охватила растерянность. Я подумала, а вдруг мама просто пошутила и стала ждать ещё одного звонка. Несколько часов к ряду я ломала голову над происходящим, напрасно сидя у телефона. Миновала полночь, и я позвонила своему другу-полицейскому. Он попытался успокоить меня, волноваться ни к чему, он попробует что-нибудь выяснить. Прошла ночь, а от мамы всё не было вестей. Она ведь собралась ехать ко мне. Вдова де Ризо, её ровесница, с которой мама то была крайне любезна, то враждовала, сказала мне по телефону, что проводила её на вокзал. Пока мама стояла в очереди за билетом, вдова сходила купить ей бутылку воды и журнал. Поезд был переполнен, но маме всё-таки удалось найти место у окна. Вокруг сидели сплошь военные, ехавшие на побывку. Мама с вдовой попрощались, наказав друг другу беречь себя. Во что мама была одета? Да как обычно, всё, что носит уже целый век. Юбку и синий жакет, стоптанные туфли на низком каблуке. С собой у неё были чёрная сумочка и потёртый дорожный чемодан. В семь часов утра мама позвонила снова. Я набросилась на неё с вопросами. «Ты где? Откуда ты сейчас звонишь? С кем ты?» Однако вместо ответа она громко, внятно и будто смакуя опрокинула на меня целый ушат крепких ругательств на своём родном диалекте и повесила трубку. У меня внутри всё перевернулось. Я снова позвонила другу полицейскому, озадачив его своими путанными фразами, в которые, мешаясь привычным итальянским, хлынул диалект. Он спросил, не замечала ли я в последнее время за мамой особенной подавленности уныния. Я не знала, что ответить. Наконец сказала, что мама и правда не такая, как раньше. Прежде она была спокойной, уравновешенной, весёлой. Пусть даже она часто смеялась без причины и слишком много разговаривала, но ведь для пожилых людей это не редкость. Друг заверил меня, что со стариками такое случается. По весне, когда солнце начинает припекать, они совершают чудачество, каких только фокусов не выкидывают, волноваться нечего. Но я всё равно переживала. Исходила город вдоль и поперёк, выискивая маму прежде всего в тех местах, где ей нравилось гулять. В третий раз она позвонила около десяти вечера, принялась сбивчиво рассказывать о человеке, который преследовал её и пытался похитить, завернув ковёр. Она звала меня на помощь, немедленно. Я умоляла её объяснить, где она находится. Тогда у мамы изменился голос. Она ответила, что лучше мне не вмешиваться. Запри дверь, никому не открывай, наказала она, потому что тот человек преследует и меня тоже. А потом добавила, ложись-ка спать, я пойду приму ванну. Вот и всё. На следующий день двое мальчиков заметили в нескольких метрах от берега её тело, которое колыхалось на воде. На ней был только лифчик, чемодан так и не нашли, синий жакет тоже. Не обнаружили ни трусов, ни колготок, ни туфель. Сумочка с документами тоже исчезла. Однако на пальце были два кольца, обручальное и то, какое надевают при помолвке. В ушах серьги, подаренные моим отцом полвека тому назад. Мне показали тело. Приблизившись к этому бесцветному предмету, я подумала, что, наверное, должна скорее прижаться к нему, чтобы не носить на себе клеймо жестокосердия. На теле не было следов насилия, только синяки кое-где. Судя по всему, от того, что волны в ту ночь небольшие ударяли его о прибрежные рифы. Мне показалось, что вокруг ее глаз пролегли следы густого макияжа. Я долго смотрела на тело, чувствуя неловкость при виде этих бледных посеревших ног, до странности молодых для женщины 63 лет. Тут же неловкость и смущение я испытала, заметив, что лифчик был не из числа тех застиранных и выленивших, какие мама обычно носила, совсем напротив. Под невесомым тончайшей выработки кружевом чашечек темнели соски. Чашечки соединяла перемычка в виде трех букв «В» фирменный знак сестер Восси, владелец дорогого магазина женского белья в Неаполе. Когда мне отдали тот лифчик вместе с серегами и кольцами, я долго нюхала его. У него был отвратительный запах новой ткани. Глава вторая на похоронах я с удивлением поймала себя на мысли, что наконец-то свободно от обязанности заботиться о ней, волноваться. По телу заструилось тепло, и между ног стало влажно. Я шла в самом начале длинной вереницы родственников, друзей, знакомых. Обе мои сестры крепко прижались ко мне. Одну я держала под руку, опасаясь, что она вот-вот потеряет сознание. Другая вцепилась мне в плечо, словно не видя ничего вокруг от застилавших глаза слез. Я испугалась той неожиданной внутренной реакции своего тела, будто почуяв в ней угрозу наказания. Мои глаза так и оставались сухими, слезы не текли, а может быть я просто не хотела слез. Вдобавок я оказалась единственной, кто произнес слова в оправдание отца, который не явился на похороны и даже не прислал цветов. Сестры не стали скрывать, что осуждают меня, и явно старались продемонстрировать собравшимся, что у них-то достаточно слез, которые они готовы пролить и вместо меня, и вместо отца. Я чувствовала их молчаливые укоры, когда процессия поравнялась на мгновение с темнокожим человеком, который нес на плече несколько картин в рамах на одном из холстов, развернутом в нашу сторону, грубыми мазками была изображена разнузданная цыганка. Я подумала, хоть бы сёстры с родственниками этого не заметили. Картины написал отец. Возможно, в ту минуту он тоже стряпал что-то подобное. Отвратительную цыганку продавали на улицах и ярмарках уже не один десяток лет. Отец только и успевал штамповать копии, ради нескольких лир, подчиняясь, как это всегда бывает, требованиям вульгарного вкуса мелкой буржуазии. Вот ирония жизни, словно нарочно подгадывающей моменты для встреч, расставаний, для обнажения застарелых обид, и теперь подстроивший так, что на мамины похороны явился не отец, но его пошлая картина, которую мы с сёстрами ненавидим сильнее, чем его самого. На меня навалилась усталость. С тех пор, как я приехала в Неаполь, не было ни минуты передышки. С утра до вечера мы с дядей Филиппо, маминым братом, толклись в приёмных мелких чиновников, занимавшихся бумажной волокитой, и пытались добиться от них ускорения хода дела, или же, отстояв длинную очередь, сами просили служащих устранить непреодолимые препятствия в обмен на солидные подарки. Иногда дяде удавалось добиться кое-каких результатов, если он долго потрясал перед чиновниками пустым рукавом своего пиджака. Он потерял правую руку уже немолодым, в 56 лет, работая в цеху у токарного станка, и с тех пор нередко пользовался своей инвалидностью, чтобы добиться желаемого или поставить на место тех, кто насмехался над его увечьем. Едва ли они понимают, что значит оказаться в подобном положении. Однако, как мы с ним убедились, обивая пороги чиновников, наилучшим средством достичь цели, были все-таки деньги, совсем теми людьми незаслуженные. Истратив немалые суммы, мы быстро получили все необходимые документы, а бесчисленные начальники, настоящие или мнимые, перестали чинить нам препятствия, похороны могли пройти по высшему разряду, и, что оказалось самым сложным, нам удалось добиться места на кладбище. Между тем, тело Амалии, моей мамы, исковерканное вскрытием, принимало все более удручающий вид, пока мы занимались документами, в которых этому телу приписывались имя и фамилия, даты рождения и смерти, и пытались поладить с чиновниками, то грубыми, то бессовестно любезными. Мне не терпелось поскорее освободиться от этого бремени, однако я была еще не полностью изнурена и нашла в себе силы занять место в процессе среди тех, кто нес на плечах гроб. Родственники и друзья начали было сопротивляться, не женское, мол, это дело, и потом я пожалела-таки о своем решении. Мужчины, которые несли гроб вместе со мной, двоюродный брат и мужья моих сестер, были высокого роста, гроб накоренился, и всю дорогу до кладбища я боялась, как бы доски не раздавили мне ключицу, не впились в шею вместе с мертвым телом, которое на них лежало. Наконец, гроб поставили на катафалк и покатили прочь. Теперь на мне не лежало тяжкого бремени, всколыхнулось чувство вины за это ощущение свободы, и все накопившееся внутри напряжение излилось теплой волной в промежность. Жаркая влага сочилась из моего тела непроизвольно сама собой, будто какие-то посторонние, чуждые силы проникли в меня и, сговорившись, решили подать этот сигнал. Похоронная процессия двигалась к площади Карла Третьего. Бледно-желтый фасад приюта для бедных казалось, едва сдерживает напор квартала Риона Инчис, навалившегося на него всей своей тяжестью. Королевский приют для бедных памятник барочной архитектуры в центре Неаполя. Работа над проектом началась в 1749 году по приказу короля Карла Третьего из династии испанских бурбонов. Руководил ею архитектор Фердинандо Фуга. Приют вмещал около восьми тысяч бедняков. Сегодня там проживают порядка восьмидесяти бедных семей. В моей памяти топография города была зыбкой, напоминала шипучий напиток, если встряхнуть, сплошная пена. В зное под серым пыльным светом солнца улицы теряли очертания, и я мысленно возвращалась к дням детства и юности, когда я брела от зоопарка к ботаническому саду или шла по вечно сырым, покрытым скользким мхом, камням рынка Сант-Антонио Абате. Мама словно забирала с собой улицы и площади вместе с их именами. Я смотрела на отражение в окнах своей сестер в обрамлении похоронных венков. Казалось, это фотографии, сделанные в полумраке и совершенно ненужные, которые не стоит хранить ради воспоминаний. Подошвами туфель я чувствовала камни мостовой и пыталась не вдыхать запах цветов с гроба, которые уже сопрели и начали отдавать гнилью. Я опасалась, как бы кровь не стекла до щиколоток и попробовала отойти в сторонку. Не тут-то было. Пришлось шагать рядом с сестрами, пока процессия огибала площадь и поднималась по крутой улице Дон-Боско. Потом наша вереница растворилась в потоке машин и людей. Дидья, тетушки, двоюродные дидья, Шурины и невестки, кузены, принялись обнимать сестер и меня. Всех этих родственников я едва знала. К тому же время сильно изменило их. Я видела этих людей лишь в детстве, а некоторых, наверное, не видела никогда. Те немногие, которых я помнила отчетливо, на похороны не приехали. Впрочем, не исключено, что они были здесь, но я просто не узнала их, ведь с детства в памяти сохранились лишь отдельные черты. У одного косил глаз, другой хромал, а у кого-то была золотистая кожа. Люди, которых я не знала даже по имени, отводили меня в сторону и рассказывали о своих застарелых обидах, перечисляя несправедливости, какие они вынуждены были терпеть от моего отца. Некоторые юноши, крайне любезные и обходительные, безупречные в разговорах ни о чем, интересовались, все ли у меня в порядке, как я поживаю, кем работаю. И я отвечала, спасибо, хорошо, все в порядке. я художник-иллюстратор, а как дела у вас? Субтитры создавал DimaTorzok